Я уже хочу спать, так что обзор закончен. Сами посмотрели, погуглите там. True Vape называется. Всем доброго времени суток! Сегодня у меня на обзоре линейка от Introlab True Vape. Та самая линейка, про которую я очень часто говорю на своих стримах. Именно в эту линейку входит два вкуса с табаком, о которых я очень-очень хорошо отзываюсь. Это у нас ароматный трубочный табак и пряный десертный табак. Ну, это я сразу забежала вперед, мы про них немножко попозже поговорим. Итак, здесь у нас 11 вкусов, так что устраивайтесь поудобнее, это будет долго. Сразу вам скажу, что данная жидкость продается в объеме 30 миллилитров и 100 миллилитров. Цена при этом розничная за 30 миллилитров 220 рублей, а за 100 миллилитров 350 рублей. Знаете, я думаю, что это хорошая цена, особенно за такую жидкость. Ну что ж, приступим к пробе. Начнем мы с первого вкуса. Лимонный десерт. Сначала мы его нюхаем, потом заливаем, а потом пробуем. Кстати, да, смотрите, какие клевые бутылочки. Матовое стекло это отдельный плюс, ребята. Это пахнет, как лимонный крем. Да. Именно вот лимонный, чуть-чуть сладковатый крем. Это на запах. Теперь давайте пробовать. И на вкус то же самое, что и на запах. То, что вы чувствуете на запах, именно это вы чувствуете при парении. Это лимонный крем. Не чувствую никакой выпечки больше, ничего такого. Именно вот как будто это очень нежный-нежный такой сливочный лимонный крем. В меру сладкий, в меру кислый. Здорово. Очень вкусный вкус. Вкусный вкус. А теперь давайте прочитаем описание вкуса лимонный десерт. И это у нас клеммовый десерт с дольками лимона. Честно вам скажу, до того, как снимать этот обзор, я не читала описание. Совершенно. Ни разу. Хотя я уже всю линейку пробовала. И мое мнение полностью совпало с описанием. Это действительно крем, это действительно лимон. Поэтому можно назвать, что это кремовый десерт с дольками лимона. Да. Отдельный плюс за это. Итак, лимонный десерт. Вкусно. Идем дальше. Следующий вкус у нас заряд бодрости. Здесь нарисована какая-то железная банка, как будто с энергетикой. Интересно. На запах это какие-то фруктовые конфеты. С газировкой, что ли. Что-то странное. Давайте это что-то странное пробовать. Очень странное. Что-то вкусное, что-то непонятное. Это похоже на фруктовые леденцы, когда ты их запиваешь... Буратино. Что-то очень странное. Леденцы с содовой. Что-то такое на вкус. Давайте теперь посмотрим описание. Великолепное сочетание энергетического напитка и хрустящих шариков. Ну, в принципе, если хрустящие шарики, это такие маленькие фруктовые хрустящие шарики, которые мне показались как конфетки-леденцы, и сочетание с энергетическим напитком. Ну, то бишь, газировкой. Да, похоже. Мне на язык это ощущается именно как ты конфеты фруктовые запиваешь газировкой. Ну, не сказала бы, что именно энергетической. Хотя я энергетики не особо пью. Возможно, что я просто не разбираюсь. Возможно, если вы попробуете, если вы любители энергетических напитков, то вы такие, о, да, это действительно они. А я просто не пробовала особо энергетических напитков. Максимум, что я пила, это Red Bull. Все. Хотя чуть-чуть на Red Bull это похоже. Черт, как же это вкусно. Отставляем. Идем дальше. Следующий вкус у меня фруктовый сорбет. Ну, скорее всего, то же самое, что и фруктовый сорбет. На меня срабатывает защита от детей. Рано мне их парить. Пахнет разновсяким пломбиром. Как вам такое описание? Очень интересно. Да, похоже на радужный щербет, правда. Закапаем и попробуем. Мороженое. Без холодка, сразу вам говорю. Здесь нет холодка. Это просто вкус, как будто у вас во рту тает мороженое, в котором что-то и фрукты, и ягоды, и все подряд. Или как будто это мороженое с таким сиропом. Ну, вкус очень насыщенный. Мне нравится вся эта линейка еще тем, что все вкусы очень насыщенные. Здесь нет разбавленности никакой. Все очень ярко, все очень вкусно. Похоже на какое-то мороженое с большим количеством разных всяких сиропов. Теперь давайте почитаем описание. Фруктовый десерт с легкой кислинкой и ноткой ванили. В принципе, соглашусь, это похоже на фруктовый десерт с легкой кислинкой и ноткой ванили. Но вот эта вот нотка ванили на общем фоне ощущается, как будто ты кушаешь пломбир, только он у тебя во рту уже растаял, и сверху вот эта вот кислинка и что-то такое сладенькое похоже на какие-то разные всякие сиропчики. Даже немножечко вот фруктами всякими отдает. Похоже очень, в общем сочетании очень похоже на фруктовый щербет. Классный вкус, мне нравится. Отставляем и берем следующий. Господи, это только четвертый вкус, а их одиннадцать. У нас здесь черничный маффин. Тот самый, который я выпылила всю сто двадцатку. О божечки, это прям, ну это прям пахнет черникой. Яркий такой запах черники и выпечки. Как будто это бабушкин черничный пирог. Но черники прям много, много. Все, сразу вспоминаешь все, что с черникой. Саму чернику, черничный йогурт, черничные леденцы. Все вместе, все такой очень-очень яркий вкус. Можно просто нюхать, можно даже не парить. Заливаем, пробуем. Интересная причем черника, она и насыщенная, и мягкая. Хотя чаще всего в жидкостях, если что-то мягкое, то оно при этом еще и слабое. А тут яркая черника, но не бьет тебе по рецепторам, а как будто их обволакивает. И у тебя во рту остается этот привкус. Очень здорово. И да, нотки выпечки. Черничный маффин, все верно. Очень приятный вкус. Осталось только прочитать его описание. Легкий черничный вкус в нежной выпечке. Очень простое такое короткое описание. Ну что ж, полностью с ним согласна. Чувствуется какая-то выпечка, напоминающая маффин. Именно маффин. Не путайте маффин и кексик. Это разное тесто и разные способы приготовления. Это напоминает именно маффин. И да, черничный, очень черничный. Тоже очень нравится этот вкус. Еще бы он мне не нравился, если я всю 120-ку выпалила. Бабарочки. В такие моменты я цикорий обожаю. Переходим к следующему вкусу. И это у нас морозные ягоды. Здесь изображены не только ягодки, но еще гранат, листочки мяты и много-много кусочков льда. Понюхаем. Пахнет очень свеже. Лисными ягодами. Граната на запах не чувствую. Но ягоды очень-очень вкусные. И что ж. Теперь надо это попробовать. Я надеюсь, что на вкус это будет настолько же ярко. Честно вам скажу, я уже давно не парила остальные все вкусы. Я как зависла на табачке, так и на ней сижу. Поэтому можно сказать, что я уже не помню этих вкусов. И при вас их пробую еще раз спустя какое-то время. Насыщенный вкус ягод. Лесных, всяких разных. С холодком. С холодком не очень сильным. Я бы не сказала, что это прям морозные ягоды. А вот в меру такой холодок. Хася, как тебе жижа? Морозные ягоды. На, понюхай. Скажи, отстань, да? Чего ты мне со своим трубой там? Нравится жижа? 220 в рознице. Мяу. Подводя еду по вкусу, могу сказать, что это прохладные лесные ягодки. Теперь давайте прочитаем описание. Морозная свежесть в ярком ягодном миксе. Я считаю, что это описание полностью соответствует. Потому что здесь действительно яркий вкус ягод. И легкий такой холодочек. Он слегка морозит где-то вот здесь. Но не леденящий. Он такой... В общем, очень приятный и в меру прохладная жидкость. Отставляем и переходим к следующему вкусу. Малиновый чай. Как же я любила делать самозамесы малинового чая. Вы бы знали. Когда я только начала парить, у меня еще была Егошечка. Я там парила, делала самозамесики. Чай экзотик. По-моему, да, по-моему, это был экзотик. И малина от не помню какой компании. Честно, я вам не вспомню. DJ Flowers, что ли? Нет, что-то другое. Или да, или нет. В общем, я не помню. В общем, брала малину, заливала себе... Прям аромку в Егошку заливала, да. Потому что я добавляла туда, и малина почти не чувствовалась. Потом у меня появился первый бак, Криус 22. Я для него тот же самый самозамес делала. И вот это был мой самый любимый самозамес. Чтобы был чай. Чай. Со вкусом малиной. Ах. Хотя, я думаю, вы все знаете, как я люблю чай. И знаете, что я люблю чай с малиной. Давайте нюхать. Какое заманчивое предложение. Запах черного чая с малиной. Ой, чуть-чуть бергамота, что ли. Что-то такое. Ну, это прям пахнет чаем с малиной. Причем не только с ягодами малины, но и с лепестками. С листочками малины, да. Бабушкин чай. Это же был бабушкин черничный пирог. Теперь бабушкин чай. Заливаем и пробуем. У жидкости имеется вкус терпкости чая. То есть, когда у вас крепкий такой чай. Прям вот заварка. Заварка с малиной. Тут нет сахара. Это чай без сахара. Чай без сахара с кисленькой малиной. С кисло-сладенькой такой. Но сладкого практически во вкусе нет. Ощущается, как будто это крепкий черный чай с малиной. С малиной прям. Этот вкус мне тоже очень нравится. Что-то я пока не нашла вкуса, который бы мне в этой линейке не нравился. Почти как нефть прям. А по описанию это настоящий вкус черного чая с ароматной малиной. И действительно так и есть. Это крепкий черный чай с такой спелой молодой малиной. Вкусно. Очень вкусно. Я думаю то, что любители жидкости со вкусом чая оценят. Очень вкусно. Мне нравится. Что ж, переходим дальше. Нам осталось в принципе немного. Карамельный капучино. Сейчас мы пробовали чай, а теперь будем кофе пить. Отлично. Кстати, карамельный капучино один из моих самых любимых вкусов в линейке вообще. Я вам просто не передам так, но на запах это что-то волшебнейшее. Это прям карамельный капучино. Как написано. Здесь даже не надо описание вкуса. Здесь хватает его названия. Это карамельный капучино. Как будто его только что свежезаваренный тебе поставили. Этот аромат так в воздухе летает и ты дышишь. Это прям... Снова вкус, который можно даже не парить. Его можно нюхать и кайфовать. И это капучино с карамельками. Прям очень вкусное. Эта жидкость меня очень удивила. А удивила она меня тем, что из всех жидкостей с кофе, которые я только пробовала, ну, очень мало хороших жидкостей. Кофе, как я поняла, делать очень сложно. Супер. Причем похоже, как будто ты сидишь, жуешь карамельки и запиваешь этим кофе. Вкус в меру сладкий. Очень кофейный. Немножечко отдаёт карамелью. Мне очень нравится. В принципе, описание можно не читать, но всё-таки прочитаю. Интересно, что же пишут. Карамельный капучино. Яркий вкус капучино с карамельным сиропом. Ну, карамельный сироп я восприняла именно как карамельные конфетки, но по сути это ведь одно и то же. Да, по сути одно и то же. Так что, соответствует? Соответствует. Описание соответствует вкусу. Вкус отставлю. Любителям кофе советую попробовать, потому что кофейных жидкостей, правда, мало. Думаю, если вы искали, вы и сами знаете, что очень сложно найти вкусную кофейную жидкость. Идём дальше? Идём дальше. И дальше одна из моих самых любимых. Это клубника со сливками, со взбитыми сливками. Кстати, да, здесь я хочу обратить внимание ваше. Сливки жидкие от сливок взбитых вкусом всё-таки немножечко, но отличаются. В жидкостях это обычно одно и то же. Просто сливочный вкус. Но здесь, здесь, чем мне так понравилась эта жидкость? Тем, что клубника со взбитыми сливками и на вкус эта жидкость как клубника со взбитыми сливками. Не просто клубника со сливками. Не с жидкими сливками. Здесь прям чувствуется вкус взбитых сливок. Именно взбитых сливок. И на запах это клубника, которая только что была собрана с огорода. Она ещё чуть-чуть кисловатая, очень-очень сочная. Пахнет прям аж в руке. Я думаю, вы знаете, насколько прекрасна свежая клубника. Эта жидкость пахнет свежей клубникой. Свежей клубникой с огорода. Как я давно тебя не парила. Прости меня. А на вкус это свежая клубника с огорода со взбитыми сливками. Именно со взбитыми. Как же она мне за счёт этого нравится. Такая редкость, когда название полностью соответствует вкусу. А здесь такая вся линейка. В общем, клубника со взбитыми сливками одна из моих любимых жидкостей в линейке. Причём, не знаю, может кто-то из вас знает, может кто-то не знает, может кто-то не помнит. Но если вы смотрели все мои стримы, если вы были на них, то думаю, вы слышали о том, что у меня на клубнику аллергия. И единственный способ, как я могу употреблять клубнику, это только в самых отстойных химических йогуртах, в которых от клубники нет ничего, кроме надписи на этикетке, и жидкости. Жидкости со вкусом клубники. И в этой жидкости та самая клубника с огорода, которой в детстве я съела тазик. И из-за этого у меня аллергия. В жидкости у меня аллергия не проявляется. Здесь именно тот вкус, который ты хочешь, который ты ждёшь, по которому я соскучилась из-за своей аллергии. А не какая-то фигня, отдающая так клубничками. Теперь давайте прочитаем описание. Клубника со взбитыми сливками. Отлично сбалансированное сочетание садовой клубники и взбитых сливок. Садовые клубники, вот оно, вот оно, да, это садовая клубника. То есть, как я сказала, клубника с огорода, да? Именно та клубника. Не магазинная, не покупная, а вот именно ту, которую ты вырастил сам. Держишь её в руках, срываешь его. Вот это, это именно та клубника. Как же мне нравится то, что здесь описание соответствует. Вот прям, это здорово, это очень здорово. Что ж, как я сказала, это один из моих любимых вкусов. И если вы искали что-то подобное, я вам очень советую её попробовать. В принципе, я советую вам попробовать True Vape. Это та самая линейка жидкости, которая меня заинтересовала, именно саму заинтересовала. Я подошла сама к стенду, я сама это всё пробовала. И я поняла, что это вау, это так круто! Ребята, подайте-ка рюшечки, пожалуйста. Я похвалю, честно. Есть за что. Переходим к следующему вкусу. Это вкус ещё больше мною любим. Написано, ореховый десерт. Изображены печеньки, и лесной орех, и ещё немножечко корицы. И это действительно такие рассыпающиеся ореховые печеньки молочные. Это даже на запах чувствуется. Это ореховое печенье немножечко с корицей. Очень-очень вкусно. Я очень любила её заливать в полный бак и выпаривать просто с наслаждением до самой последней капли. Безостановочно. О, божечки. Печеньки. Орехово-молочные печеньки. Чуть-чуть с корицей. Тащусь от этого вкуса. Это прям вот молочные ореховые печеньки. Давайте почитаем описание. Ореховый десерт. Приятный, не сладкий вкус выпечки с лесными орехами. По поводу того, что он не сладкий, немножечко поспорю. Чуть-чуть что-то сладенькое чувствуется. И здесь дело не в том, что я до этого пробовала клубнику со сливками. Я просто парила эту жидкость далеко не один раз. И я вам говорю, в данной жидкости чуть-чуть чего-то сладкого чувствуется. Именно поэтому напоминает молочные ореховые печеньки. В принципе, да, это выпечка с орехами. Но все-таки сладковатая. Совсем немножечко что-то такое отдаляющее, напоминающее корицу тут есть. Как она изображена на этикетке, так она чуть-чуть и чувствуется. Но совсем немножечко. Вот прям как будто это... Как будто она была добавлена не для того, чтобы во вкусе появилась корица, а для того, чтобы усилить вкус в выпечке с орехом. Вот как-то так интересно. Вкус очень клёвый. И тоже один из моих любимых. Да, у меня здесь под конец построено именно так, что в конце те жидкости, которые я больше всего люблю. И настал их час. Тех самых табачек, про которые вы слышали уже тысячу раз. Кто-то из вас уже даже их попробовал. А те, кто не попробовал, советую очень попробовать. Потому что возможно, что это именно те табачки, которые вы искали. Надо попить циколи. И вот они! Два легендарных вкуса. Пряный десертный табак и ароматный трубочный табак. Обе эти жидкости у меня на первом месте. Начнем, пожалуй, с... Ну, давайте с десертного табака. Это табак с карамелью и корицей. Чем-то таким. Но это очень клевый табак. Это не табак, который воняет. Это не табак, который как рыба. Это не отсыревший табак. Это очень качественный, очень вкусный табак. И очень мягкий при этом. Он не дерет по горлу. Есть такие табачки, которые я просто нюхаю. То есть еще даже не парю. Вот просто из бутылечка такая понюхала. И мне уже в горле какой-то неприятный осадок. Здесь такого нет. Очень сбалансированный, клевый вкус. Заливаем. Это карамельный табак. Не сигареты сладенькие, а карамельный табак. Табачные листья с карамелью. Вот. Без лишних привкусов. Очень чистый, очень богатый. Очень насыщенный, сбалансированный, клевый вкус. Вот прям. Ставьте лайк отдельный. И сколько я ее парю, никогда не читала описание. Интересно же? Давайте почитаем. Пляный десертный табак. Вкус благородного табака с нотками карамели и корицы. Благородного табака. Полностью согласна. Здесь именно табачные такие дорогие листья. Благородные, как это они написали. Мне очень нравится этот вкус. Эх, было время, когда у меня были сто двадцатки и соточки. Мне присылали как раз таки на тестирование. Там были и маленькие пластиковые по 25, и большие по 120. То есть, они продают 30 миллилитров и 100 миллилитров. А мне присылали на тестирование 120 миллилитров. Господи. Этой сто двадцатки тоже очень быстро не стало. Улетела она. Ну все, все, ребят. Я тут могу час еще сидеть и парить этот вкус. Пока у меня эта бутылочка не кончится. Какая же она вкусная. Господи. Всем любителям табачек очень советую. Если вы искали табак, который будет слегка сладковатый. То вот он. Благородный табак, который чуть-чуть сладковатый. Его привкус корицы добавляет вот этому табаку какой-то насыщенности. А карамель немножечко оттеняет. Вот. И в общем получается очень сложно даже вам передать. Очень благородный вкус. Такое впечатление, как будто бы эта жидкость тысячи за две. Не меньше. Что-то такое. Но при этом она стоит 220 рублей. Как так-то? Переходим к самому последнему вкусу в данной линейке. Это у нас ароматный трубочный табак. Все-таки я ее поставлю на самое-самое-самое первое место. Даже вкуснее, чем десертный табак. Да. Пожалуй, именно эту жидкость я люблю больше всего. Здесь изображена трубка, шоколад, чернослив и табак. Нюхай. Этот запах аж мурашит мне мозги. Он настолько прекрасен. Еще более благородный табак, чем в предыдущей жидкости. Такой богатый чернослив и темный-темный-темный шоколад. Причем запах такой глубокий. Он как будто темно-коричневый такой. Если вы смотрели Рататой, то там был момент, когда Рэми своему брату давал пробовать клубнику, сыр, еще что-то. И говорил, глаза закрой, как ты видишь этот вкус. И там такие цветные кляксы появлялись. И вот от этой жидкости, если закрыть глаза и ее нюхать, тоже появляются цветные кляксы в темноте. Такие очень... Этот вкус, он имеет атмосферу. Он имеет атмосферу, а я таких жидкостей видела очень-очень мало. Поэтому все-таки этот вкус у меня самый-самый любимый из всей вот этой линейки. Из всех одиннадцати. Каждый из них по-своему прекрасен, но этот самый божественный. Прям вот аж мурашки. Табак с черносливом и горьким шоколадом. Во рту остается привкус табачных листьев. Нету никакого сигаретно-противного привкуса. Есть жидкости табачные, от которых в привкус каких-то дешевых сигарет остается. А здесь такого нет. Здесь как будто сигару. Как будто вы курили сигару. Но без негативных ноток. Нету ни гари, ничего такого. А вот именно сам насыщенный вкус табака. Сочетание просто великолепное. И в общем почему-то проявляется легкая-легкая такая еле заметная нотка грецкого ореха. Может быть из-за сочетания самого вот этого табака вместе с черносливом. Может быть это из-за горького шоколада. Не знаю из-за чего именно. Но такой привкус легкий остается. Как будто вы грецкий орех кушали. Причем вместе со шкуркой. Не с кожурой вот этой. А вот со шкуркой, которая темная такая поверх орешка. На выдохе вот этот вкус благородного табака. Да. Я согласна с описанием благородных табак. Теперь давайте почитаем описание этой жидкости. Никогда не читала. Интересно. Очень ароматный, богатый и многогранный вкус трубочного табака с нотками шоколада и чернослива. Боже. Это великолепнейший вкус и он полностью соответствует этому описанию. Это тот самый вкус, который я буду советовать даже тем, кто не любит табачки. Может быть они из-за этого вкуса пересмотрят свои взгляды и начнут табачку любить. Потому что он просто великолепный. Мы с вами попробовали всю линейку, все 11 вкусов. И давайте делать вывод. Итог такой. У нас имеется довольно большая линейка. Все вкусы по-своему прекрасны. И для любителей каждого найдется какой-то свой вкус. Потому что здесь есть и выпечка, и просто что-то сладкое, и просто что-то кремовое. И фруктовое, и ягодное, и кисленькое, и даже табачки. И просто восхитительнейшие причем табачки. Поэтому, если вы наткнетесь на TrueVape, я вам очень советую их попробовать. Потому что, возможно, именно в этой линейке вы найдете то, чего так долго искали. Я для себя нашла. Я нашла великолепнейшую табачку и замечательнейшую клубнику со взбитыми сливками. Потому что мне клубничку нельзя. Я искала именно такую клубничку. Все ссылочки на ребят я оставлю в описании. Обязательно переходите, интересуйтесь, спрашивайте. По возможности все-таки заказывайте, берите. Потому что вроде бы недорого 220 рублей за 30 миллилитров. Но какое качество, слов нет просто. Я в восторге от всей линейки. В принципе, больше мне добавить нечего. Иначе я буду тут еще полчаса расхваливать всю эту линейку. Так что давайте-ка на этом заканчивать. Большое вам спасибо за то, что смотрели. Я знаю, что обзоры на жидкости мало кто смотрит. А вам большое спасибо за то, что уделили мне внимание. Не болейте. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на группу вконтакте. Там много всяких розыгрышей, конкурсов. Лото идет. Помните про лото. Всем до свидания. Не болейте. До скорых встреч. Любви и навала вам. Пока-пока. Глоток для храбрости. О, какой невкусный, но вкусно. Какой кошмар. Циколий зло. Ой, какой он вкусный. Я передумала. Все. Готовьтесь. Шабует мясо. Не болейте. Любви и навала вам. Да что ж такое. Почему голова так кружится? Потому что тут половина-полторашки. Всем спасибо за ваши просмотры. Ага. Всем спасибо за то, что смотрели. За то, что... Да, это я уже сказала. Да. Действительно. Подписывайтесь на мой канал. Не пропускайте ни лото, ни кронкурсы. Кронкурсы. Ага. Ой. Я устала. Я устала от никотина. И zero. Но это не поиска. Знаем. Тепиха реализовалась.